Стендап-комикам в России объявили войну и первой это сделала Кострома. Вот только что я прочитал в телеграм-канале Шот, речь идет о том, что стендап-комики, те, которые используют в своих выступлениях мат, потеряют возможность выступать на больших площадках, да и на маленьких, как я понимаю, тоже об этом. В подробностях я сейчас расскажу на примере одного из стендап-комиков, это Сафин. Подпишитесь на мой ютуб и на мой телеграм, где вы найдете еще больше интересных новостей. И так, вот пишут, что в городе, в Костроме будут безжалостно отменять концерты знаменитых юмористов, если со сцены прозвучит хоть один мат. Ну и вот первой жертвой такого запрета стал Илья Соболев, который планировал дать концерт в местном концертно-выставочном центре Губернский. Ну а вот руководство площадки изучило его репертуар и вот как пишут, пришло в ужас. Оказывается, он позволяет себе нецензурные слова и пошлые шутки со сцены. Но в итоге запрос на проведение выступления даже не стали рассматривать. Видите, да, какая ситуация сейчас складывается. И я хотел бы вам предложить, друзья, если вы поддерживаете такой вид запрета, нажать лайк, ну и жмите дизлайк, если для вас, конкретно для вас, мат со сцены допустим. Ну и в таком случае, если вы нажмете дизлайк, хотелось бы узнать ваше мнение, о чем вы это аргументируете. То есть, какая необходимость использовать мат со сцены. Я, честно говоря, не очень хорошо отношусь к мату. Вот на ТНТ, помните, были не матерные даже, а такие запиканные выражения какие-то. И очень грубые высказывания. Мне это никогда не было по душе. Но, с другой стороны, я вот боюсь, как бы вот начало вот этих запретов не привело к чему-то более глобальному. Какие у вас мнения по этому поводу, пишите.